Украина-Германия общая в архитектурном авангарде 20-30-х годов. В галерее Ленин открыли выставку, посвященную мечтам авангардистов двух стран. Как оказалось, в то время в Украине и Германии думали практически одинаково. С подтверждениями знакомились наши корреспонденты. Что в Германии баухаус, то в Украине конструктивизм. Примерно одинаковые постройки начала прошлого века в Запорожье, Харькове и Нюрнберге. Это было время, когда утопии становились реальностью. Социальные эксперименты воплощали в жизнь, а архитектура создавала для этого пространственные декорации. И немецкий баухаус, и советский конструктивизм использовали эстетику простых форм, полностью подчиненную функциональности. Примерно то же самое происходило в массовом искусстве. Так сразу и не отличишь, где декорации к элите, а где театральные опыты Оскара Шлеммера из баухауса. Мы видели особенности связи баухауса, особенно стилистические и методологические особенности баухауса и того, что мы видим здесь в Запорожье. Потому что здесь достаточно чистый, хороший конструктивизм, который выглядит невероятно похожим на баухаус, на функционализм Гропиуса, например. Благодаря тому, что приезжают люди со стороны, благодаря тому, что люди объясняют весь этот стиль, вот эти постройки старые, они становятся понятными. И они становятся интересными. Ну это как там какие-то развалины, ну как Стоунхендж. То есть если их не объяснить, то это какие-то камни стоят. Если их объяснить, то это ого-го, это и эзотерика, и какое-то волшебство, там и космос, это столько всего. Это надо специально приехать на это посмотреть. В галерее Ленин уже пятый год упорно пропагандирует идеи конструктивизма. В следующем году собираются даже книгу об этом выпустить. Вполне в духе баухауса предлагают проекты «Музей под открытым небом», социально-туристическую рекламу шестого поселка и рисунки художников-конструктивистов на зданиях. Это гордость города Запорожья в архитектуре. Потому что единственная живая вот нотка, оставшаяся от истории, это не хочется. Хочется это просто остров. А вот то, что делали люди, строили Днепрогресс и воплощали свои идеи в архитектуре, это действительно осталось, это входит в циклопедии мира по архитектуре. Хотя с времен конструктивизма и баухауса общество стало, несомненно, более открытым, о каких-то общих архитектурных трендах говорить не приходится. Слишком уж все индивидуально. Каким был быт, труд и досуг на декорациях истории, пока можно увидеть в галерее Ленин. 26 числа выставка переедет в дом Нюрнберга в Харьков.